О тяжелых последствиях, которые вызывает перенесенный коронавирус, уже хорошо известно. Повышенная утомляемость, тамбозы, проблемы с сердечно-сосудистой системой. Пострадать может буквально весь организм. Однако далеко не всегда о появлении проблем со здоровьем знает сам человек. Проверить свое состояние те, кто вылечился от ковида, могут благодаря углубленной диспансеризации, которая действует в России с 1 июля этого года. Она включает два этапа. В первый входит расширенное анкетирование, измерение сатурации, общий и биохимический анализ крови, рентген, тест с шестиминутной ходьбой и спирометрия. По результатам первого этапа врач посмотрит результаты анкетирования и результаты проведенных исследований и примет решение о проведении второго этапа для того, чтобы на более глубоком уровне выявить те заболевания, которые, возможно, у вас появились после коронавирусной инфекции. На втором этапе уже проводятся такие исследования, как эхографии, то есть УЗИ сердца, КТ грудной клетки и УЗИ вен нижней конечностей. Всего на территории Пензенской области коронавирус перенесли уже почти 100 тысяч человек. 12% из них — это люди с двумя или более хроническими заболеваниями. При этом только порядка трех тысяч откликнулись на предложение пройти диспансеризацию. Начиная с 1 июля страховые представители разослали уже 105 тысяч сообщений. Причем некоторым гражданам эти сообщения пришли и второй, и третий раз. После того, когда в назначенный срок они в поликлинику не обратились. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области призывает пензенцев проверить свое здоровье в рамках углубленной диспансеризации. Пройти обследование можно бесплатно в поликлинике по месту прикрепления с паспортом и полисом ОМС.